РАНДЕВУ С ДИЛЕТАНТОМ Появился музыкальный директор и главный дирижер Большого театра, театра, в котором я, в общем, вырос, поскольку меня туда водили лет с трех. Ну, я тоже. Вот, и вы выросли, тем более. Столько событий, и 80-летия папы, и столько новых постанов. Как батюшка себя чувствует? Ну, по-моему, вполне он себя чувствует бодро. Слава Богу. Я помню, когда он пришел сюда в студию не так давно, радиостанция «Орфей», он запел здесь, и это было замечательно. Да, практически свет погас от мощи голоса. Ну, Коля, мы заговорили уже о папе, если позволите, немножко о вашем детстве. Вас, естественно, как ребенка из музыкальной семьи сразу и начали учение. Вы, вот скажите, вы легко поддались? Ну, вы знаете, у меня немножко по-другому было, потому что, насколько я так понимаю, и сейчас вот помню, что меня как бы никто особо не собирался учить. Вот, я попросил, мне было интересно, я попросил мне объяснить, вот, ноты мне было, наверное, ну, года три-четыре. Вот, и когда мне объяснили, как это устроено, вот тут, значит, Натаносис, тут вот между первой и второй, там, добавочный, я сам, в общем, стал как-то разбирать те аккомпанементы романсов, которые стояли, в общем, на пианино. Вот, и потом, в общем, родители, видимо, поняли, что придется ребенка все-таки везти в музыкальную школу, вот. Я был очень сильно разочарован, потому что я уже сам продвинулся, там, играл двумя руками всякие аккордовые фактуры, а моя первая учительница заставила меня играть двумя пальцами какие-то номера из школы Николая. И вам это было неинтересно? Да, я считал, что это просто какой-то вообще недоразумение. Хорошо, скажите, а что первое вы увидели или услышали в Большом театре, вот самое первое? Ну, знаете, я не помню. Не помните? Я не помню. Я помню, что я видел фотографии, где я якобы отходил на спектакль «Усказка царя Салтания». Вот видите, вам повезло. Но сам спектакль, я помню, крайне смутно, и как только я вошел в какой-то более-менее сознательный возраст, этого спектакля уже не было. Мне кажется, что первое, что я увидел в Большом театре, это, конечно, было «Лебединое озеро» или «Щукунчик». А вот первую оперу, которую я услышал в Большом театре, я не уверен, что папа правильно поступил, мне тогда было слишком мало лет, меня с моей старшей сестрой отправили на «Войну и мир». Ну, я был очень мало. Ну, не знаю. Не, ну, у всех свои какие-то. Мне, например, с детства очень нравился опера «Война и мир». Правда, когда-то, первый раз, когда я ее увидел, ну, я думаю, ну, наверное, мне все-таки лет 10-то уже было. Мне, наверное, чуть поменьше, чуть поменьше. Вы закончили Московскую консерваторию, началась вот эта бурная такая дирижерская жизнь, разные оркестры, приглашенный дирижер в Голландии, вы были в Северной Голландии, в моей стороне на языке, о которой я говорю очень хорошо, говорил во всяком смысле. Храх. Храх, да. Ваше назначение, это сразу называлось «музыкальный руководитель и главный дирижер»? Да, это сразу так называлось. До этого так это не называлось. Видите, у нас же в стране, особенно, ну, скажем, после того, как это стало, другая страна, до сих пор, когда нужно что-то менять где-то, то у нас не людей приспосабливают под систему, а систему под людей. Вот, и в том случае это как раз был классический такой случай вот этого дела, потому что Геннадий Николаевич Рождественский, который вот ушел, у него была должность генеральный художественный директор, которая была изобретена специально для него. Генеральный художественный директор. Я вообще первый раз такое слышал. Ну да, ну потому что вот он сказал, что вот он хочет называться только так. Естественно, когда не стал Геннадий Николаевича в этой должности, то и сама должность тоже тут же, ну, практически упразднилась. А вот скажите мне ваши ощущения, вы ведь знали, кто… Я помню, при советской власти, когда министры получали, по-моему, 700 или 800 рублей, главный дирижер Большого театра, это была историческая зарплата, еще при Сталине, ее выбили, по-моему, под самосуды, если я не ошибаюсь, это было 900 рублей. Нет, по-моему, тысячу рублей. Тысячу даже. То есть это фантастическая была зарплата, это гораздо больше, чем министр получил. Но дело не в размере зарплаты, вот само вхождение в должность музыкального руководителя и главного дирижера Большого. Боялись? Ну, теперь ведь все по-другому. Раньше главный дирижер Большого театра, это помимо того, что это была действительно вот такая должность, это еще и был знак принадлежности к номенклатуре. Ну да, да. Определенный. Сейчас, слава богу, это таким делом не является, чему я, в общем, очень рад, поскольку я человек совершенно не номенклатурный. Да, и вы такой, вы как бы чураетесь публичности, извините, вы не очень это любите. Ну, знаете, наверное, это мой недостаток, но, в общем, я как-то привык заниматься в основном своими прямыми обязанностями. Вот, и поэтому, конечно, после того, как такая прошла некоторая первичная суета, когда это все случилось, там все эти объявления, новости, интервью и так далее, надо было начинать заниматься уже непосредственно своими обязанностями. Ну, в общем, первый год полтора и даже, пожалуй, два, в общем, конечно, мне было очень тяжело, зато в это же время как раз оно ознаменовано всеми теми вещами, за которые сейчас, так сказать, Большой театр принято и хвалить, и ругать, это уже кому как нравится или не нравится. Вот, то есть все, как бы, те направления, которые мы сейчас развиваем, они были тогда заложены. А это именно, как бы, широкая кооперация с другими оперными театрами, это, так сказать, приглашение всяких интересных певцов и режиссёров, поскольку всё-таки Большой театр в основном, как бы, всегда ориентировался на тех людей, у которых там лежит трудовая книжка. Ну, естественно, так было всегда, да? Вот. И вы не могли никого пригласить при Советском Союзе. Да, и денег не было, и не было возможностей, и не было как-то и принято тоже. Потому что я всё-таки хорошо помню, как это тогда было, когда мой отец работал, потому что он приносил всегда домой афишу вот эту большую, да? И когда я вдруг видел, что какой-то дирижёр, который не работает в Большом театре, это было большое событие. И, естественно, обязательно шоу. А теперь это уже стало совершенно... Ну, а теперь это, в общем, было сформулировано, что Большой театр, он должен вместить в себя, по возможности, всё это новое, интересное, что как бы в мировой музыкальной жизни есть. До какой степени нам это удаётся? Ну, это от многих вещей зависит. Мы стараемся. Я понимаю. Объясните мне, пожалуйста. Я пытаюсь это экстраполировать на Большой театр, на некоторые другие театры. Существует такое понятие «интендант театра». Ну, например, в Австрии или в Германии где-то. И вроде бы этот человек глава театра. Хотя его можно знать, а можно не знать. А вот ваша должность, музыкальный руководитель и главный дирижёр Большого, это и есть интендант театра? Нет, конечно. Это лидер театра? Нет. Вы знаете, у нас так сложилось, что наша форма правления, если так можно выразиться, в Большом театре, она такая республиканская. То есть она до большой степени коллективная, поскольку все основные решения, и творческие, и всякие, они, в общем, принимаются путём консенсуса неких ключевых фигур. Это касается и плана новых постановок, и каких-то наиболее крупных приглашений режиссёров или дирижёров. Мы все эти вопросы обсуждаем вместе с генеральным директором, с руководителем балета. Поскольку получается так, что наши роли разделены, потому что генеральный директор Анатолий Геннадьевич Иксанов – это глава театра как институции. Он его представляет, он, так сказать, подписывает все финансовые документы. Но, видимо, не он определяет репертуар. Ну, естественно. Естественно, как бы творческую политику определяют руководители, в данном случае я и Алексей Ратманский. Булз Тибалетов. В то же время, когда нам нужно, так сказать, совместными усилиями сочинить, допустим, план сезона, следующего, через… Мы вместе все собираемся, и на основании всех тех фактов, которые мы располагаем, мы путём договорённости выдаём продукт. Вы знаете, вот раньше я… Было даже период, когда я ежедневно ходил в Большой театр. Вы понимаете, тогда мой папа им руководил, поэтому мне было просто… Сейчас я хожу в этот театр значительно реже. Я был со своей женой на одном из первых спектаклей «Детей Розенталя». И это было мне безумно интересно. Я действительно после всех вот этих шумных скандалей… Кстати, я хотел поздравить тех, кто вот такую пиар-компанию накануне провёл. Ну, они нечаянные. Они нечаянные, но очень папа. Они-то рассчитывали на другую сцену. Мне действительно была безумно интересна музыка, которую я там услышал. Правда, придя домой, я внимательно с женой читал либретто. Это был первый раз в моей жизни, поскольку я не всегда мог понять слова. Это другое. Но это был заказ. То, что, в общем, в истории, последней истории Большого театра, если и случалось, то крайне редко. Театр заказывает композитору оперу. Это был первый раз в нынешнем веке. Первый заказ. Ну, в 21 веке – да. Я не знаю, вот последняя современная опера, которая ставилась до этого, это были «Мёртвые души». Я не знаю, честно говоря, как там это всё было обставлено с точки зрения. Ну, это уже прошлое. Да, наверное, было согласование с Политбюро. Наверное, наверное, наверное. Но вот заказ – это будет теперь практикой Большого театра? Вы знаете, не так просто сделать заказ на новую оперу. И главное, ещё непонятно кому. Вот в этом-то вся и штука. Потому что раньше, когда оперы писались десятками и сотнями, как, например, во времена Деницетти, да, то в написании новой оперы ничего такого особенного не было. Сколько это был как бы нормальный такой жанр, крайне демократический в то время. Сейчас опера существует совершенно в других условиях. Это искусство такое, ну, скажем так, не для всех, там, типа, как кино не для всех. И поэтому для того, чтобы появилась новая опера, то довольно много обстоятельств должно совпасть. То есть должен быть повод для такого масштабного высказывания. Потому что нельзя просто так взять и навалять оперу сейчас. Это просто будет, как бы, ну, всё равно, как использовать ядерную бомбу, там, для решения проблем. Хорошее сравнение. В Южном Буты, там, приблизительно, понимаете? И должен создаться, во-первых, творческий коллектив, либретисты и композиторов, по меньшей мере. А сейчас ещё, может быть, и драматурга, и авторы идеи. Это должно быть в творческом плане заведомо вещь, которая способна принести хорошие плоды. То, что мне очень часто сейчас присылают всякие вещи, там, типа, опера про яйца Фаберже, там. Про яйца Фаберже. Да, про любовников Екатерины Второй и так далее. Но мне кажется, такие темы сегодня не могут быть поводом для написания оперы. Ты, если берёшь какую-то, такой величины и тяжести жанр, то у тебя должна быть идея соответствующая. В частности, вот в опере Дети Розенталя, там, как бы, основная идея, я бы определил, как, ну, скажем так, отношение общества и гениев на сегодняшнем этапе. Да, и неприятие гениев. Да, нужны они вообще сегодня. Не нужны. Да, особенно, когда сразу пять появятся. Вообще, куда их делать? Да, да. Да. И поэтому мы сейчас, ну, скажем так, в отсутствии такого явного следующего кандидата, я имею в виду творческий коллектив или композитора, мы, значит, пошли по такому пути, что мы, во-первых, совместно с Союзом театральных деятелей объявили некий конкурс на написание новой оперы или балета, или какого-то синтетического. Для Большого театра. Для Большого театра, которое было бы ориентировано на молодое поколение. То есть, может быть, и для детей, а может быть, и для тинейджеров. Потому что, ну, мы должны заботиться о том, кто будет ходить в Большой театр, там, через 10, через 20. Я надеюсь, это будет не Гарри Поттер. Ну, я тоже надеюсь. Хотя, если все принесут про Гарри Поттера, ну, придется тогда, так сказать, рассматривать, какой Гарри лучше, понимаете? Ну, сейчас, одну секундочку, знаешь. Я напомню слушателям, что в эфире программы «Рендеву с дилетантом» и в гостях Владимира Молчанова, музыкальный руководитель и главный дирижер Большого театра Александр Ведерников-младший. Вот мы заговорили о том, что это, может быть, опера или что-то для тинейджеров, для детей. Сколько я себя помню? Ну, скажем, где-то мне было 10-12 лет, я уже слушал разговоры родителей, тех, кто приходил в дом, и всегда обсуждали кризис оперы. Опера умирает, опера умирает. Я живу вот все время, это сопутствует моей жизни, умирание опера. И это, что самое интересное, это так и есть. Серьезно? Конечно. Только, так сказать, кризис ведь, он может быть очень длинный. Но, подождите, я ни разу не видел пустых театров оперных в Германии, в Италии, когда дают хорошую оперу. Я помню тот большой театр. Видите, в чем дело? Вот, если так, по каким-то внешним признакам, вроде бы все и ничего обстоит дело. С другой стороны, вот я лично определяю, насколько кризисная ситуация. Именно через то количество хороших, талантливых, гениальных, удачных произведений в этом жанре новых, которые появляются. А их появляется, ну, крайне мало. То есть, это не сравнить с тем, как было еще, допустим, там, ну, там, 75 лет назад. И это побуждает вас сказать, что все-таки кризис оперы существует? Ну, безусловно, потому что ведь одной из черт кризиса является отсутствие неких магистральных направлений. Потому что, допустим, когда умерли последние крупные оперные композиторы, такие как Пучини, Рихард Штраус, Бриттон, у нас даже это раньше, хотя, в общем, в принципе, Прокофьев последний был крупный оперный композитор, который как бы определяли тенденцию. То дальше стало вообще непонятно, куда это все идет. В этой ситуации, да, такие сочинения, как «Дети Розентали», это, ну, скажем так, по принципам обращения с материалом, это, безусловно, постмодернистское сочинение. Которое может быть очень хорошим самим по себе, но, опять-таки, не определять никакой, как бы, тенденции и направления дальнейшего развития. Вот это и вкупе с совершенно очевидными проблемами того, что, во-первых, оперный театр сегодня конкурирует на таком поле, где у него раньше конкурентов не было, потому что была там опера-серия, опера-комик. Ну, в крайнем случае, это был Зинкшпиль, там, какие-то, так сказать, комические типы, там, венская оперетта, что на сегодняшний день кажется вообще крайне невинным. Но сегодня-то надо, приходится, конкурировать, когда тут и мюзикл вовсю. Я не заметил этой конкуренции, например, в Америке. Метрополитен имеет всегда свою публику, и зал полон, и то, что происходит на Бродвее, это совсем другое. Ну, вот видите, у нас это все немножко более обострено, потому что у нас, я бы так сказал, за последнее время, процент людей, которые посещают оперу, он, видимо, несколько упал. Ну, конечно, бы даже они сидят и смотрят сериалы. Вот, ну, может быть, они бы и не сидели. То есть, потому что опера, она подразумевает наличие определенного градуса кругозора. То есть, человек, вот, сериалов достаточно, естественно, туда и не пойдет. Надо немножко думать и немножко уметь совесть. Нет, ну, это еще советский поэт Заболотский замечательно сказал, что душа обязана трудиться. Сейчас это вообще не модно. Сейчас модно получать удовольствие. Да. То есть, это как вот консумент. Меризм. Это не совершенно свое. И так далее. Все вытекающее из него. Хорошо, скажите мне, вот вы много ездите по миру, отношение Запада к русской опере? Западного зрителя, слушателя? Ну, знаете, это как и везде. То есть, так же, как и у нас есть, допустим, западные оперы, которые очень популярны. А есть, которые исполняются очень редко. Точно так же, как есть русские оперы, которые очень много исполняются. Есть, которые практически не исполняются вовсе. Причем, это совершенно не значит, что одни хорошие, а другие плохие. Просто какие-то вещи им непонятны. Ну, наверное, Онегин, естественно. Онегин, Борис, да. Чуть в меньшей степени, меньше Хованничная, Пиковая дама, да. Леди Магбинсенского уезда. Война и мир. И Аланта. Может, иногда там какая-нибудь опера Римского-Корсакова. В частности, вот, например, западный слушатель, это меня очень, так сказать, расстраивает. Он совершенно плохо знает и, видимо, не понимает всей прелести, допустим, музыки Глинки. Ну, там они, им это непонятно. Ну, мы же тоже, как бы, у нас оперы Лорцинга тоже не популярны. У нас тоже и Вагнера у нас не всегда. Нет, у нас всегда в России, как и в любой другой стране, всегда есть определенное количество любителей музыки Вагнера. Это такая, какая-то константа. И в этом смысле оперы Вагнера всегда достаточно благодарны. Потому что всегда, как бы, есть публика на них. Это в каком смысле феномен. С другой стороны, понимаете, вот, мне, например, очень хотелось бы исполнить какие-то оперы 20 века. Например, оперы Яночика или Вотсека Берга. Но я прекрасно понимаю, что это, во-первых, они не очень публикоемкие. И они могли бы быть исполнены в ситуации, когда у нас бы все-таки был не репертуарный театр, а более схожий по системе проката, допустим, саталет. Да, там 5-6 раз. Но получается, маэстро, что не вы определяете вкусы публики, а публика определяет репертуар, если вы не можете поставить эти оперы. Ну, вы понимаете, я как бы могу, только я же обязан учитывать какое-то большое количество факторов. Я не могу этого сейчас сделать в условиях, когда мы работаем на одной сцене. Да, две сцены будет, конечно, проще. Понимаете, когда будет две сцены, это все-таки другая ситуация. Вы все-таки верите, что вы попадете на вторую сцену, на главную сцену. Ну, вы знаете, я вам скажу, что совсем недавно мы с генеральным директором разговаривали на эту тему. Я, в общем, как бы впервые услышал какие-то довольно ратикулированные оптимистические ожидания. То есть, ощутили, что вернетесь. Потому что это связано, прежде всего, с тем, что, как, в общем, мне стало известно, все работы, которые вызывали наибольшее опасение, а именно работы, касающиеся фундамента и укрепления стен, они закончены. Ну, слава богу, все-таки надеюсь, хоть к 10-му году уедете. Я не верю, что к 9-му. Ну, конец 9-го. Ну, хорошо. То, на что мы рассчитываем. А хочу вас спросить о том, как вы оцениваете уровень вокалистов Большого театра. И вот в связи с чем. Вы как-то сказали в одном из своих интервью, что вокальный факультет Московской консерватории, я цитирую вас, это абсолютно несерьезно, об этом даже и говорить нечего. Ну, я готов это повторить. Мне очень как бы жалко это говорить все, как вы понимаете. Потому что я все-таки учился в Московской консерватории. Но, в общем-то, это было почти всегда так. И еще мой батюшка тоже на эту тему, так сказать, высказывался. Поскольку, так сказать, люди, которые в Большом театре поют и делают какую-то успешную карьеру, они делают не благодаря тому, что они закончили Московскую консерваторию, а очень часто вопреки. То есть, вот отец мой сказал, что пока он учился в Московской консерватории, то он как бы вышел оттуда практически профнепригодным. Понимаете? И если бы не некоторое количество частных педагогов, в том числе итальянских, то он говорит, что мне пришлось бы просто заканчивать с этим делом. Если бы Московская консерватория обеспечивала бы определенно стойкий, высокий уровень качества и даже некоторого количества выпускаемых ею специалистов по специальности сольной пени, то мы бы с вами об этом обязательно узнали. Правда ведь? Наверное, наверное. Хорошо. Другой вопрос. Ну и вы, я помню, те времена, когда достать билет в Большой вообще было невозможно, их продавали иностранцам или где-то там надо было за два месяца куда-то вставать в очередь. Меня интересуют две вещи. Во-первых, кто сегодня приходит в Большой? Вот ваши ощущения этой публики. И второе. Я помню, в советское время очень часто тихо приходил в правительственную ложу, например, Алексей Николаевич Косыгин. Не всегда к первому акту, но ко второму или к третьему. Тихо садился, его никто не видел, слушал, уходил. Какие-то, ну, других членов политбюро, правда, в той ложе не помню, за исключением премьер, но какие-то крупные такие номенклатурные ученые, не знаю, там, Госкомитет по науке и технике, они приходили просто слушать оперу. У меня такое ощущение, что нынешние политики, если и приходят в Большой театр, то только в основном для того, чтобы показать себя, или же с какой-нибудь официальной делегацией. Они что, вообще не любят, что ли, ни оперу, ни балет? Нет, не любят. Я знаю только вот одного человека, это бывший председатель Конституционного суда, господин Баглай. Марат Баглай. Да, он любит, понимает и ходит регулярно. Что мне очень приятно, и с ним всегда можно обсудить, то, что он только что послушал, и принять какие-то вещи к сведению. Насколько я знаю, Евгений Максимович Примаков. Да, но Евгений Максимович раньше ходил. Но, и это говорит о чем? Это все люди все-таки достаточно солидного возраста. Значит, более молодое поколение, оно, так сказать, не имеет соответствующей привычки, а стало быть, какого-то эстетического воспитания и так далее. Слушайте, черт возьми, а ведь странно. Они же вот приехали там в свои думы, в Советы Федерации, в глухой провинции. Нефть, газ там, в сапогах ходят, у них все билеты есть. Им просто сказать секретарше, и можно вечером пойти. Правильно. Это не входит в число их приоритетов. Депутатов думы я видел в Большом театре, единственный раз в очень большом количестве, генеральной репетиции оперы «Дети Розенталя». Да, но это потому, что очень много. И они пришли устроить из этого как бы некое судилище. Я вам скажу, тут еще одна такая вещь, не очень приятная. Как правило, в оперу ходят люди, которые очень хорошо учились. И в средней школе, и в высшей школе. А я вот плохо учился в средней школе. Ну, в средней это уже плохо. Но у вас есть какие-то, так сказать, скажем так, определенные, потом вы же не политик, слава богу, правда ведь? А люди, которые в сегодняшний день являются, так сказать, как бы массовый корпус политиков, это, как правило, люди, которые плохо учились. Потому что те, которые хорошо учились, как правило, идут или в бизнес, или еще куда-то. Ну, хорошо. Скажите мне, пожалуйста, вот вы как-то объявили о русских сезонах Большого. И сказали, что пришло время ставить классиков, основоположников и освобождать их как от советской, так и от имперской эстетики, если вас не переврали рационалисты. Ну, они все время... Что-то произошло уже. Дальше этот процесс будет продолжаться? Ну, он все время продолжается. Дело в том, что... Ну, как вам сказать? Классических русских опер на самом деле... Не так уж много. Не так уж много. Первого ряда шедевров, ну, может быть, полтора десятка. Чем, собственно говоря, должен заниматься оперный театр в России? Представьте себе, что вот у нас была постановка Бориса Гудунова 48-го года, а Онегина 44-го. Вот я работал на моей памяти, эти постановки... Да, и пиковая была очень старая. Ну, чуть меньше. Все еще шли. Это значит, что театр за 60 лет, в общем, не сгенерировал никаких, так сказать, творческих идей по отношению к этим партитурам. Это, мне кажется, само по себе очень опасно. Потому что, как мы с вами знаем, содержание какого-то произведения искусства и его сюжет, они совпадают полностью. Только в одном случае, если это детектив. Поскольку содержание всегда шире сюжета. И содержание таких полотен, как Борис Годунов, Пиковая дама, Касание о городе Китеже, оно гораздо шире и многозначнее, чем способна вместить в себя какая-нибудь любая, одна, даже очень хорошая постановка. Что, естественно, диктует обращение к этим шедеврам с некой степенью периодичности. Вот это то, что мы начали делать спустя такое большое количество времени. Должен сказать вам, что нам, конечно, это весьма непросто делать, поскольку есть вполне такое артикулированное, консервативное части публики, и эстеблишменты, и критики, которые говорят, зачем вы это делаете, будет только хуже. Да, не надо. Ну и так далее. Да, это как в театральном романе, когда приходит Булгаков читать пьесу Станиславского, а его там тетушка или кто-то говорит, да зачем новое-то писательство? Да, уже есть, говорит, а пистолет вы уберите. Да, пистолет. Пусть он, говорит, где-нибудь застрелится там за сценой. Хорошо, спасибо. Увы, время постепенно приближается к концу. Ну, все-таки я должен задать этот стандартный вопрос о том, что до весны, до лета появится в театре, что будет поставлено. К сожалению, мы сейчас можем выпускать только две оперы в год. Две оперы в год, да. Конечно, это очень мало. Это мало даже для обозначения какой-то тенденции. Но, тем не менее, вот мы выпустили «Пиковую даму» с Валерием Владимировичем Фукиным и Михаилом Васильевичем Плетневым. А следующее, что мы собираемся сделать, это «Кармен». Это «Тимирканов», да? Да, с Юрием Хартовичем и с Дэвидом Паунтни в качестве режиссера и первый раз в Большом театре в оригинальной редакции с «Диалогами». В это же время, пока будет выпускаться «Кармен», я уеду в Италию, там буду ставить оперы в сказания о городе Китеже, которая, поскольку у нас это совместная продукция с театром города Калери, и москвичи увидят эту постановку уже в октябре. В декабре 2008 года. Ну что, спасибо вам огромное. Я очень признателен вам, что вы пришли. Я вообще очень люблю говорить о Большом театре. Я всегда побаиваюсь говорить о Большом театре. Да вот не надо бояться. Я напоминаю слушателям, что это была программа. Рандеву с дилетантом и в гостях у Владимира Молчанова был музыкальный директор и главный дирижер Большого театра Александр Ведерников-младший. Всего вам доброго. До свидания. Спасибо.